Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл роликов, в которых происходят разборы заданий Всероссийской Олимпиады школьников по предмету «История», и сейчас перед нами задание седьмого класса школьного этапа. Естественно, в данном случае, конечно, больше всего вопросов непосредственно связаны с программой шестого класса, поскольку мы понимаем, что школьный этап обычно выполняется в конце сентября, в этом году в начале октября, и, конечно, программа седьмого класса еще усвоена далеко не полностью, только начала усваиваться, поэтому в основном вопросы идут к прошлому году. Вместе с тем, как нам известно, в шестом классе проходят события не только всеобщие, но и начинает изучаться история России, поэтому, конечно, события, связанные с древнерусским государством, с событиями Ордынского Ига и так далее, тоже нашли свое отражение в рамках представленного комплекта. Итак, начнем с первого номера. Первый номер, который в похожем духе будет потом встречаться и в других комплектах школьного этапа, связан у нас с памятником культуры и другими памятниками культуры, которые относятся к той же культурно-исторической эпохе. Поскольку в данном случае перед нами, наверное, одна из самых известных картин в мировой истории, в мировой художественной культуре Мона Лиза, то понятно, что мы должны осознать культурно-историческую эпоху, которая здесь представлена, как эпоха Возрождения, и, соответственно, найти те памятники культуры, которые также с этой эпохой связаны. Сразу, да, такое небольшое уточнение в контексте нашего разбора, сразу будут даны ответы, потому что, да, мы будем обращать внимание на, наверное, самые интересные задания или самые сложные, в остальном вы можете посмотреть, да, на то, где какие ответы даны, и это будет, соответственно, тоже некоторым, скажем так, элементом вашей, ну, может быть, в чем-то радости, может быть, в чем-то умения учиться на собственных ошибках, вот, но, тем не менее, да, прошу на это тоже внимание обращать. Итак, соответственно, к Моне Лизе, к эпохе Возрождения, в данном случае, достаточно понятно, что относятся изображения номер один, номер три и номер шесть. Ни Ван Гог, ни события, связанные там с русской историей, конечно же, к этой исторической эпохе не относятся. Второй вопрос, уже, скажем так, частично получил ответ в рамках нашего разговора, нужно выбрать изображение, связанное с историей России. В данном случае, это изображение номер два. Идемте с вами далее. Цифра три. Выберите события всемирной истории, которые произошли в той же половине века, что и описанной в тексте события. Итак, что у нас, о чем у нас говорится в представленном тексте? Здесь говорится о блаженном князе Михаиле, то есть Михаиле Черниговском, мученически, как известно, погибшем в Орде в 1240-е годы. Соответственно, речь идет у нас про события XIII века, про первую половину XIII века. Что из представленных событий у нас здесь может подойти? Конечно, это образование Монгольской империи. Более того, очевидно, это событие напрямую связано с мученической гибелью Михаила Черниговского, поскольку погиб он как раз от рук захватчиков, как известно, не желая поклониться тем или иным их сакральным символам. Первый крестовый поход был раньше, это создание Великой Хартии Вольностей, это крестовый поход детей. Ни реставрация Византийской империи, которая будет уже во второй половине XIII века, ни начало Столетней войны, в данном случае нам не подходит. Четвертый номер. Рассмотрите схему и выполните представленные задания. Итак, что мы с вами видим на представленной схеме? Представленная схема у нас связана с событием древнерусской истории, с их военными походами, с ключевыми городами, которые существовали в древнерусском государстве. И задания, которые нам представлены, также связаны с этим периодом, который был вами изучен в шестом классе, то есть к событиям, преимущественно связанным с X-XI веках. Итак, укажите порядковые номера, которыми обозначены географические объекты, чьи названия пропущены в приведенных фрагментах из источников. Пошел князь на греков, мы видим полное описание того, что здесь происходит, и мы видим, собственно говоря, описание того, что греки город свой замкнули, замкнули пролив, который около этого города находится. И тем не менее, князь достаточно успешно вернулся с богатой добычей обратно. Соответственно, в данном случае, здесь у нас мы это можем соотнести с цифрой номер 6, которая обозначена Константинополь. Имеется в виду богатая дань, которая собиралась в Константинополе. В данном случае идет речь о похозе князя Олега, который произошел в начале X века. Далее, значит, второй фрагмент. Сказали, Русь чуть, Словени кривичи, весь земля наша великая, обильная порядка в ней нет. Идет речь о событии, известном как призвание варягов на Русь. Произошло это в точке, которая обозначена у нас буквой, да, которая обозначена у нас в таблице для заполнения буквой Б. Соответственно, это точка номер 5. Да, события эти произошли в Новгороде, поскольку именно эльменские словени, как считается, и сыграли наиболее активную роль в призвании варягов. Ну и, собственно говоря, да, легендарно известное Рюриково городище, в котором, как считается правил, первый русский правитель, находится именно на окраине современного Великого Новгорода. Идемте далее. Значит, третье. Пришли к точке В из нашей таблицы и узнали, что княжи тут Аскольд и Дир. Соответственно, в данном случае речь идет о походе князя Олега, да, на Киев, поход, который, как считается, стал моментом основания единого древнерусского государства с центром в Киеве, поход 882 года. И таким образом, точка В должна быть у нас с вами точкой, которая обозначена... да, это должен быть у нас с вами Киев. Соответственно, это точка 3. Далее. Четвертое. И когда прошел год, пошел князь с войском на город греческий, затворились жители в городе, осадил, да, князь этот город и пообещал, что он крестится, примет крещение, если он этот город успешно возьмет. Понятно, что в данном случае речь идет о осаде Херсонеса князем Владимиром. И, да, мы с вами должны найти точку, которой у нас обозначен Херсонес на представленной схеме и внести ее, собственно говоря, на место пропуска Г. Соответственно, это точка номер 9. Следующее, пятое. Пришел князь в некий город, затворились болгары в городе, вышли они на битву, да, князь при этом говорит, здесь нам и умереть, постоим же мужественно, братья и дружина. Речь идет, конечно же, о военных походах князя Святослава. И, таким образом, это должна быть точка, связанная с его активной, скажем так, деятельностью. Это одна из крупных городов-крепостей, которые находятся на территории Болгарии, связана, собственно говоря, с, да, так называемой, иногда это называют русско-болгарской войной, иногда русско-византийской войной, ну, с событиями, которые происходили с 967 по 971 год, с Доростольской битвой, и поэтому, даже если не знать это название, мы должны это соотнести с точкой 8. Цифра 6, да, фрагмент у нас обозначен, и в нем говорится, что древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим малым и сказали, если повазится волковцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Этот фрагмент посвящен трагическим событиям, известным как Древлянское восстание 945 года, когда в рамках неудачного полюдия князь Игорь пришел, собственно говоря, снова в Искоростень, и неудачно в нем взял дань, что привело к его гибели. Соответственно, точкой, которой обозначен Искоростень, является точка номер 7. Итак, и, наконец-таки, фрагмент номер 7 у нас связан с походом князя Святослава, да, точнее, с возвращением князя Святослава из его многочисленных походов обратно на Русь после окончания войны с греками, о которой мы с вами, на территории Болгарии, о которой мы с вами сегодня уже вспоминали. И здесь идет речь, конечно, о Днепровских порогах, где Святослав и погиб от руки печенегов, что отмечено у нас, да, на схеме цифры 10, которую и нужно вставить на место пробела G. Итак, перейдем с вами к заданию номер 5. В рамках задания номер 5 нам нужно выбрать изображение, связанное с походами князя, обозначенного на схеме цифры 1. Соответственно, на схеме этой цифры обозначены походы князя Святослава Игоревича, Александра Македонского русской истории, как его называли в российской историографии. Благодаря византийским историкам мы с вами знаем, что этот князь обладал и характерной внешностью, носил, да, такой чуб-оселедец на своей гладко выбритой голове, и то, что он был крайне прост в быту во время своих военных походов. На представленных изображениях князю Святославу соответствует изображение номер 2, где, собственно говоря, князь Святослав на обычной лодке отплывает от византийского правителя Иоанна Цимисхия, тем самым, собственно говоря, показывая, с одной стороны, да, на этой картине и свою грусть по поводу поражения в этой военной кампании, а с другой стороны, да, и показывает нам художник этой картины простоту, можно сказать, почти солдатский нрав князя-воина, одного из наиболее известных и успешных воинов древнерусского государства. Идемте с вами далее. Задание номер 6. Выберите порядковый номер текстового фрагмента, сюжет которого соответствует приведенному изображению. В данном случае, да, ему соответствует ответ номер 1. Идем далее. Номер 7. Выберите верное суждение. Да, опять-таки, относительно представленной схемы, которая у нас с вами была уже помещена выше, по поводу которой мы уже начали наш с вами разговор. На схеме обозначен поход, в результате которого был разгромлен Хазарский Каганат. Да, безусловно, это относится к числу наиболее важных побед князя Святослава. В результате событий, обозначенных на схеме, русские княжства попали в политическую зависимость от Монгольской империи. Но, разумеется, нет, да, поскольку на схеме показаны события преимущественно X века русской истории. На схеме обозначен город, в котором, по одной из версий, родился былинный богатырь Алеша Попович. Да, действительно, если мы обратим внимание на представленную схему, то на ней действительно отмечен Ростов, в котором, как мы знаем, родился, согласно легенде, Алеша Попович. Цифрой 4 на схеме обозначен город Итиль. Да, это верно. Все территории, обозначенные на схеме, входят в состав современной России. Нет, к сожалению, это не так, поскольку мы видим с вами на представленной схеме те территории, которые входят в целый ряд других сопредельных государств. Да, это и территории прибалтийских государств, Белоруссии, частично Польши, Украины, Закавказских республик, Турции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Греции даже немножко. То есть, да, понятно, что территория вокруг Черного моря, территория, относящаяся к Восточной, Северной Европе, Финляндии, опять-таки, да, все эти территории в состав российского государства не входят и никогда все не входили. На схеме обозначен торговый путь из Варяг-Греки. Да, действительно, если присмотреться, да, он обозначен. События, обозначенные на схеме Стрелкой, произошли после гибели сыновей князя Владимира, Бориса и Глеба. Нет, у нас здесь события X века, убийство Бориса и Глеба, 1015 год, поэтому нет, это на схеме не обозначено. На схеме обозначены все населенные пункты, в которые были призваны княжение Варяги в 862 году. Давайте обратимся на схему. Да, как известно, Варяги были призваны и расселись в такие населенные пункты, как Новгород, Белоозеро и Изборск. Изборск на схеме не обозначен ни цифрой, ни буквами, поэтому это суждение верным в данном случае не будет. Далее, значит, следующее у нас суждение, это на схеме обозначен поход, в результате которого был заключен выгодный для Руси торговый договор с Византией. Да, речь идет о походах князя Олега, князь Олег, да, обозначен цифрой 2 его поход на представленной схеме, и, следовательно, действительно это суждение носит верный характер. На схеме обозначено место первой битвы, в которой столкнулись дружины русских князей с войсками Монгольской империи. Нет, как мы уже с вами говорили выше, это не входит в те хронологические рамки, да, о которых, события, внутри которых помещены на представленной исторической карте схеме. Итак, задание номер 8 и задание 9-14 связаны с крупными текстовыми фрагментами, с фрагментами исторических источников, с которыми необходимо провести ту или иную работу. Поскольку эти задания достаточно похожи, то мы с вами обратим внимание на более сложные, более высокобальные, более, как мне представляется, да, интересные с точки зрения разбора комплекс заданий 9-14. Итак, здесь нам дан фрагмент из сказания о Мамаевом побоище, вокруг которого выстроен целый ряд вопросов. Итак, вопрос номер 9. Как автор видит причины похода Мамая на Русь? В данном случае для ответа на этот вопрос необходимо внимательно прочесть представленный источник, выбрать в нем правильный ответ. Почему? Да, вот такая достаточно простая мысль, тем не менее, требует дополнительного комментирования. Дело в том, что достаточно частая и распространенная ошибка является, когда, да, в подобных номерах участники Олимпиады выбирают не то, что сказано в тексте, а то, что им считается более исторически справедливым. Ну, например, там, да, желание погубить русских князей. Понятно, что действительно, когда Мамай шел на Русь, вряд ли он чего-то доброго желал Дмитрию Ивановичу будущему Донскому. Тем не менее, из логики текста это абсолютно не следует. То есть, мы видим деятельность нечистых сил, мы видим зависть пред деяниями предков, вот, да, мы видим такие, скорее, более абстрактные категории, которые характерны для восприятия средневековым книжникам исторических событий. И именно вокруг этого в данном случае стоит участнику выстроить свой ответ. Задание номер 10. Каковы были причины необходимости промедления перед выступлением войск на битву с Мамаем? Опять-таки, да, в данном случае верный ответ должен строиться вокруг именно работы с источником. Здесь крайне важно отметить, что профессия историка построена вокруг качественной и полноценной работы с историческим материалом. И то, что мы считаем, да, абсолютным знанием или то, что нам кажется очевидным, должно отступать перед, да, тем, что источник напрямую говорит, когда нам именно из него нужно найти тот или иной ответ. Поэтому в данном случае верный ответ – это ответ 3. В тексте подробно не объясняются причины необходимости промедления. Вот, тогда как действительно, с точки зрения, да, скажем так, оценки общеисторической ситуации, а не ситуации по источнику, вот, да, можно отметить и то, что нужно было подождать, когда соберется войск, и действительно нужно было получить благословение от Сергия Радонежского, но ответ из источника в данном случае вполне однозначен, да, что в тексте об этом не говорится. Поэтому, да, все остальное является нашими домыслами и, как говорится, внеисточниковым знанием. Выберите все верные суждения. Итак, значит, суждение номер 1. События, отраженные в тексте, произошли вскоре после разорения Москвы Тахтамышем. Нет, наоборот, да, поход Тахтамыша произошел вскоре после, да, событий, связанных с Мамаевым побоищем. Поэтому здесь историческая логика нарушена, это суждение неверное. Вот, упомянутый в тексте, отец Сергий почитался в статусе святого в период событий, описанных в тексте. Разумеется, нет, да, Сергий действительно почитался на Руси, был особенно уважаемым старцем, да, носил такой важный сан, он как преподобный, то есть очень подобный Богу. Но, конечно, никакой прижизненной святости, да, и тем более прижизненной канонизации не было. Общее церковное почитание Сергия начнется значительно позже, да, то есть в середине 15 века. В тексте упоминается сражение между русским войском и монгольским отрядом, состоящее за два года до событий, описанных в тексте. Нет. В тексте упомянут название племени, исчезнувшего более чем за сто лет до событий, описанных в тексте. Да, действительно, в представленном тексте, если мы обратим, да, на него внимание, говорится о половцах, поэтому, собственно говоря, да, которых, конечно, на момент описанной исторической ситуации уже, конечно, не было. Идем далее. Следующее у нас суждение. В тексте упоминается имя одного из чингизидов. Да. Согласно тексту, первоначально Дмитрий готовился к битве против Мамайи без поддержки со стороны других русских князей. Нет, этот момент, который, в общем-то, исторически вполне справедлив, в тексте не отмечается, поскольку для, скажем так, логики средневекового книжника гораздо важнее было показать не какие-то недопонимания между русскими князьями по вопросу отражения общей угрозы, да, а именно, как раз, единство всех христиан, единоверцев против, как раз, вот этой угрозы со стороны нечистых сил. Следующее. Согласно тексту, одной из причин похода Мамая на Русь являются грехи православных христиан. Да, об этом говорится буквально в первой строчке по пущениям Божьим за грехи наши. В тексте прямо указывается на нетерпимость Мамая к советам окружавших его людей. Нет, наоборот, в общем-то, да, Мамай совещается просто, да, он совещается не с теми, кто в этом тексте является отражением сил добра. В тексте упоминается элемент монашеского облачения. Да, упомянутый в тексте Мамай носил титул хана Золотой Орды. Нет, Мамай был темником. Темник, то есть, да, высокопоставленный полководец, если называть это простым языком, естественно, не был, да, эквивалентен титулу хана Золотой Орды. Более того, такой титул Мамай не мог занимать в силу своего низкого происхождения. Согласно тексту, исход битвы был предупределен еще до ее начала. Конечно, характерной чертой, в принципе, русской книжности этого периода, в принципе, средневековой книжности является в известной степени предопределение, да, поскольку концепция провиденциализма, да, то есть, скажем так, участие божественных сил, да, в человеческой повседневности, в человеческой жизни, естественно, не может быть такого, да, что что-то прошло вот в силу каких-то, я не знаю, случайностей и так далее. Сам по себе поход Мамая, да, как мы видим из логики этого текста, стал естественным продолжением, да, грехов, которые христиане на Руси совершили, таким образом была кара, но нечистые силы не могут, да, в данном случае одержать победу над единоверцами, не могут одержать победу над теми, кто силен своим единством. Поэтому, конечно, да, исход битвы был предопределен. Идемте с вами далее. Значит, двенадцатое задание у нас связано с тем, чтобы сопоставить схему исторических событий с событиями, которые описаны. На первом изображении у нас в данном случае помещены события, связанные с Куликовской битвой, поэтому верный ответ один. Да, ни битва на реке Шелоне, да, то, что изображено на изображении номер два, ни сражение, ну, стояние, правильнее сказать, на реке Угре, которое изображено на изображении номер три, ни ледовое побоище на изображении номер четыре, вот, очевидно, к событиям, описанным сказанием о Маевом побоище, не относятся. Тринадцатое изображение. Соотнесите приведенные схемы с изображениями, связанными с событиями, отраженными на этих схемах. В данном случае логика, да, у нас достаточно простая. У нас в прошлом задании данной схемы надо их соотнести. Ну, понятно, да, что, собственно говоря, глядя на антураж, в каждом случае мы можем понять, о ком событии идет речь. На изображении А у нас ледовое побоище, мы видим черные кресты, да, собственно говоря, на спинах крестоносцев. На изображении Б мы видим, да, и Марфу Борецкую, и вдали изображение Святой Софии, это связано с битвой на реке Шелоне. На изображении В мы видим московскую рать, стоящую на высоком берегу, да, полноводной, но не очень широкой реке, это Угра. И на изображении Г мы видим бой Пересвета с Челубеем, да, который стал началом, таким символическим началом Куликовской битвы. Собственно, изображение Г мы в данном случае так и соотносим. 14. Выберите изображение, связанное с городами, обозначенными на схемах. Ну, здесь вообще логика состоит в том, чтобы, да, внимательно изучить представленные памятники культуры, понять, о чем идет речь, вот, и так или иначе, да, все это назвать и соотнести. На первом изображении у нас изображен Псковский Кром, на втором изображении у нас изображен ансамбль Троицы Сергеевой Лавры, на третьем изображении у нас Успенский собор Московского Кремля, на четвертом изображении у нас Святая София, на пятом изображении у нас изображен Дмитровский собор Вова Владимира на Клязме, и шестое изображение – это золотые ворота, которые находятся во Владимире. Итак, значит, да, дальше мы с вами смотрим на представленные схемы, вот, и из тех городов, которые на схемах отмечены, мы видим с вами Новгород и мы видим с вами Москву. То есть, да, тут еще, конечно, понятно, отмечены там и Переславль-Рязанский, и Коломны, и Серпухов, и Калуга, и там Юхнов, например, тоже отмечены и так далее, но понятно, что из всех представленных построек только Успенский собор в Москве и Софийский собор в Новгороде можно соотнести со схемами, потому что ни Псков, ни Лавра, ни Владимир на представленных схемах не обозначены. Прекрасно. Итак, таким образом мы с вами разобрали задания, которые относятся к школьному этапу седьмого класса. Как можно обратить внимание, в рамках представленного комплекта мы видим и задания, связанные со всеобщей историей, и задания, связанные с историей Отечества, задания, которые связаны с историей культуры рассматриваемого периода, военной истории. И, да, по сравнению с шестым классом мы видим, что, конечно, здесь уже гораздо больше работы с историческими источниками, усложняется работа с историческими картами и схемами, и появляется больше уже, да, такого профессиональной в чем-то работы с визуальными источниками, с фотографиями, картинами, которые связаны с теми или иными историческими событиями. Надеюсь, что наш обзор был для вас полезен. Желаем удачи на Олимпиадном поприще.